Автор комикса Ужасы в Бикини Ботом Still in the Simulation Озвучка на русском Нашимара Если вы не смотрели полностью Ужасы в Бикини Ботом, посмотрите на моём канале Или по названию Это озвучка эпилоговой части Спасибо за просмотр Прошёл один месяц С последней битвы Бикини Ботом был стёрт с лица земли Некоторые остались перестраивать свои жизни Другие оставили их позади Но многим это уже не удастся Это ещё не конец Патрик! Этот трус дождался, пока я уеду в школьный лагерь Чтобы убить моего отца И не сталкиваться со мной Кошелотом! Крупнейшим и сильнейшим охотником во всём мире! И теперь мы просто должны забыть всё, что он натворил! Потому что ему жаль! Мой отец заслуживает справедливости! Почему? Почему? Мистер Крабс заварил эту всю кашу, Перл По-моему, твой отец получил именно то, чего заслуживал Хоть бы я никогда не смог касаться той недожаренной котлетки для Краксбургера Сэнди! Хотел бы я никогда не соединяться разумом с великим страдальцем! Хотел бы я никогда не узнавать правду! Сэнди! Ну... Назад уже не вернёшься Не так ли? Всё, что мы можем сделать Это столько смотреть вперёд Красивые котлетки Но... Новый ресторан? Привет, Спанчбоб! А, Сэнди! Я так рад тебя видеть! Я всё ещё не сказал тебе спасибо за всё, что ты сделала в моё отсутствие! Смотрю, ты время почем зря не терял. Хм, ну что я могу сказать? Народу нужна еда. А без крабса и планктона им больше некуда идти, кроме твоего ресторана. Им нравится этически правильная веганская еда. Ага, ну да. Я говорила с Патриком. Он сказал, что все началось, когда он съел недожаренную котлету для крафтбургера. Хм, неужели? Но мы-то с тобой знаем прекрасно, что ты никогда бы не позволил себе недожарить котлету. Только если ты не сделал это намеренно. Ты... ты знал. Не так ли? Кому ты еще об этом говорила, Сэнди? Кто еще об этом знает, Сэнди? Никто. Пока что. Новый заказ на шестом столике. Спасибо, Спанч Боб 021. Я займусь им, как только разберусь с Энди. Ты наделал копии из себя? Нам нужна вся доступная помощь, чтобы восстановить мой город. Твой город. Пришло время исцеляться, Сэнди, а не открывать старые раны. Потому что, когда ты ковыряешь рану, Сэнди, ты получаешь лишь больше крови. Ты-то же понимаешь меня, Сэнди? Сэнди, Толик, ваш заказ на семнадцатый столик. Да. Думаю, я... Вкусно ест. Понимаю. Вот. Возьми крабсбургер. И я обещаю, что как только ты его съешь, тебе станет... Это твоя ошибка! Прощай, Губка Боб. Говорит ли ему... Он заслуживает знать правду. Но будет ли это к лучшему? Мне кажется, что я обязана не рассказывать ему об этом. Но... Наверное, так будет лучше для... Привет, Сэнди. А? Эй, расскажешь, что стало с морской супербелкой? Сквидвард, ты почти вернул себе былый облик? Ну, почти. Я не уверен, что когда-нибудь смогу стать тем же, кем был до всего этого кошмара. И... я с этим смирился. Более того, я не уверен, что готов покончить с этой новой жизнью. Король Нептун пропал. Кто-то должен его выследить. Еще я слышал, что на севере кто-то видел Альянского бычьего червя. Это угроза для всех нас. Как насчет объединиться и заняться этим? Мне бы не помешало бы помощь супербелке. Сквидвард, я не могу быть морской супербелкой. Я должна быть собой. А это значит, мне нужно вернуться в Техас. Там мое место. Что... А... Ты не можешь уйти, Сэнди. Мы нуждаемся в тебе. Я... Ты был прав, Сквидвард. Океан не место для белки. Я не могу здесь остаться. И строить новую жизнь на лжи. Я сделала кое-что для тебя с помощью своих бобровых сил из дерева в моем куполе. Мне это не понадобится. Но что-то подсказывает мне, что это может пригодиться тебе. Прощай, Сквидвард. Это... Это же... Клара нет. Сухая земля. Очищается... Тяжко. Сэнди? Вот уж не ожидали снова тебя увидеть. И какой он? Этот голубой океан? С... Сэнди? Ебанувшийся к чертям. Долбанный синий океан. После всех кровавых кошмаров того чудовищного мира. Я хотела просто снова посмотреть наверх и увидеть звезды. Но теперь, когда я их вижу, звезды больше не выглядят как раньше.